итак выделил два вот таких вот элемента две таки заготовки из ламинированную дсп толщина заготовки 16 метров сделал отверстия под ручкой обязательно снял углы видно да это делается специально для того чтобы наши заготовки удобно стали или беспроблемно стали нашим по своему месту как бы мы не хотели хорошо сделать углы они все равно получается внутри полукруглыми да иногда и снаружи тоже не чтобы ножом заготовка из ламинированная дсп легко туда стало мы подрезаем углы вот все следующий этап это нам надо ее прикрутить прикручиваю при помощи саморезов саморезы вот обычно на 25 миллиметров обязательно 1 напротив замка ставим потому что когда начнем притягивать форму в этом месте жесткий кожух начинает немного выгибать чтобы этих деформациями происходило мы делаем это стараясь на каждую часть допустим на каждую сторону закрутить патри самореза закручиваю возможно это излишне даже а а а а а а а раз сторона 23 кроме той части где он находится на основании силиконовый вкладыш здесь я ничего не прокручу теперь переворачиваем эту сторону и все тоже самое устанавливаем заготовку заранее пилю и при помощи электролобзика позволяет делать ровные резы ну и вот этого места я выбираю при помощи корончатой корончатого сверла вот такой вот у меня есть крончатое сверло диаметр его 50 миллиметров 51 миллиметр 2 дюйма с этой стороны посмотрите на идеально туда подходит раз раз то есть я заселил два отверстия все что мешается лишнее отрезал электролобзиком выпилил электролобзиком края снял электролобзиком вот итоге при помощи трех инструментов это дрель шуруповерт электролобзик можно ну а еще болгар болгаркой отрезал по периметру можно готовить надеюсь теперь я максимально подробно рассказал об изготовлении силиконовой формы как ее делаю конкретно я моя технология изготовления силиконовых форм не похоже на технологии изготовления всех остальных потому что шел своим собственным путем никто в тот момент не делился информацией сначала прихватим по периметру потом добавим саморезы поэтому даже те люди кто давно занимается изготовлением и работает в этом направлении для себя что-то найдут новые интересные и то что они смогут тоже взять себе на вооружение использовать даже для них думаю эта информация будет полезной не говоря уже про новичков сейчас обязательно соберем разберем форму ну что вот такая получилась силиконовая форма удобно держать при помощи отверстия что в этой стороне что в этой стороне когда вы его так удержите это не совсем удобно то есть нагрузка как а когда вот так то пожалуйста одной рукой для меня это удобно знаю как для вас сложно было изготовить такую форму это повторить без меня что еще можно доработать но при помощи ножниц подрезать идет все-таки торчашки которые но это скучный процесс на этом не стоит думаю заострять особого внимания каждый сделай самостоятельно потому что у каждого будет разные силиконовая форма разные рельеф все готово ставим для чего можно использовать это силиконовая форма 1 для отливки гипсовых фигурок стоит бетонных фигур из полистована и возможно воска люди которые занимаются литьем качестве художественного литья из бронзы тоже можно делать макеты сначала предварительно из воска потом уже отливать бронз все это позволяет делать силиконовая форма конкретно эта форма ее преимущество первых она легко быстро собирается разбирается имеет очень хорошую жесткость половинки относительно друг друга не смещается даже если мы так вот специально мучаем ну и самое основное это при заливке нам наши руки свободно нам не надо придерживать форму она стоит у нас расположена вертикальном вертикальном положении и мы можем свободно заливать в нее любой состав любую смесь при этом не надо придумать кита ведра там еще что-то приспосабливать все время в горизонте в вертикальном положении залили провибрировали если мы льем цельное литой или использовали вакуум это безусловно преимущество и ведь и нас как на станке так и прилетим цельно литых изделий ну наверное все по силиконовой форме хотя нет еще есть но но то есть если мы будем отливать на станке наш силиконовой форме то обязательно ее придется закрывать закрывать и фиксировать при помощи стяжки так и же где же где же ты на солнце ладно потом покажу когда фиксируем на станке необходимо что чтобы вот он чтобы давление на нашу днушку или дно которое мы закрываем наше основание приходилось ровно по центру на самом деле тоже немаловажный факт вот примеру наша стяжка наляжет вот таким вот образом и будет давить на центр что так если этого не сделает он брать это акцент она будет давить на края а когда у нас работает стяжка на перетягивает одну сторону другую получается в одну сторону больше давления но это вы поймете процессе если вы работали на станке вы это увидеть там наглядно что поэтому нам необходимо что-то типа вот такого ролика это профтруба 60 на 40 и здесь три подшипника все это зафиксирован на одном болту результате когда ремень скользит по этому делу нашу форму не разворачивает от натяжения и геометрия у нее не теряется это важно это первое второе прилетие на станке надо чтобы наше основание желательно при отливке больших фигур было все таки не из ламинированного дсп хотя это очень удобно а имела точно такую же поверхность как и наша силиконовая форма имела вот такое вот но раз и закрывается почему тому что станок когда вращается по одному и тому же месту он проходит одинаковое количество раз и если у нас силикон имеет одну шероховатость за него лучше будет зацепляться наш материал неважно это гипс будет или по листовым то ламинированная дсп намного гладче у него шероховатость намного меньше и одинаковое количество раз если материал прокрутиться по этой поверхности то его зацепиться здесь меньше в результате толщина стенки на основании будет гораздо тоньше при использовании ламинированного дсп а если у нас основание будет точно с такого же материала как и сама форма значит у нас равномерность по толщине будет одинаковая это тоже важно и на это это особенно не видно на больших отливках когда размеры ваших моделей не маленькие и у них имеются достаточно широкое плоское основание вот там особенно видно если вашей модели имеет кита лапки примеру они стоят на лапах там вы этого эффекта не прочувствуете а вот именно когда плоскость и плоскость большая примеру основание у вас такого тронная плоская большой то в этом месте при использовании ламинирован дсп она тонкая основание тонкая получается ну тоньше чем сама поверхность вашей отливки то есть если на поверхности отливки там 34 миллиметра 5 миллиметров толщина стенки то на дне будет там два примеру 2 миллиметра это видно так что еще одно будет видео посвященное как раз изготовлению вот такой вот штучки ну ладно у вас утомил для следующее видео которое будет в этом же разделе под названием изготовления силиконовая форма посвящено как изготовить силиконовую форму как тиражировать силиконовую форму без изготовления пластилинового бортика я думаю это информация нет на ю тубе если даже кто-то самостоятельно до этого дошел он с вами никогда с этим этой информации не поделятся я покажу мне не жалко